Здравствуйте, мальчики и девочки! Здравствуйте, дморенок непослуха! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, тетушка Сова! Я так хочу послушать новую сказку! Я думаю, что ребята тоже заждались и с удовольствием послушают сказку «Совместная помощь». А что такое совместная? Это непослуха, когда что-то делают все вместе! А, понятно! Итак, однажды мама-медведица попросила медвежонка эхо сходить за малиной! На обед я хочу испечь пирог, сказала она, с малиной! Ты мне поможешь, сыночек? Я пока тесто поставлю, а ты в малинник сбегай, набери кружечку ягод! Медвежонок, сынок послушный, да и от пирогов маминых никогда не отказывался! Да, мамочка, конечно! Радостно согласился он! Дорога в малинник не близкая, но резвые ножки медвежонка быстро преодолели путь! Вдруг, когда до ягод оставалось рукой подать, эх, в соседних кустах услышал тихий плач! Что такое? Заволновался медвежонок и заглянув в кусты! Там на земле, раскинув крылышки в стороны, лежал маленький галчонок и горько плакал! Почему ты плачешь, спросил медвежонок? Я выпал из гнезда, всхрипнул галчонок! Так в чем дело, забирайся обратно, посоветовал эх! Галчонок заплакал еще громче и сквозь слезы проговорил Я еще маленький, налетать не умею! А гнездо высоко, вон на той ветке! Я тебе помогу, решительно сказал медвежонок! Покой хороший, медвежонок! Хотя и спешил за ягодами, но все-таки решил помочь малышу! Да, не послухал! Медвежонок не мог его оставить в беде! Он взял галчонка на руки и поднес к дереву! Но достать до гнезда не смог, хотя и подпрыгнул несколько раз! Подожди, я кого-нибудь позову! Крикнул медвежонок и, посадив галчонка на землю, бросился искать помощника! Недалеко, на соседней полянке, он заметил своих друзей зайчонка и ежика! Побежали со мной, крикнул их, галчонку помочь надо! Друзья сразу же поспешили за другом! Медвежонок встал по дереву, ему на плечи залез зайчонок, А на него, пыхтя и фырка, забрался ежик, крепко держа в руках галчонка! И хотя ежику пришлось перевстать на цыпочки, он все-таки дотянулся до гнезда и осторожно опустил в него галчонка! Ура! Ура! Мы спасли галчонка! Радовали зверята, исполняя вокруг дерева веселый танец! Потом друзья набрали кружку малины и отнесли ее медведице! Когда пирог был готов, все уселись за столом, и зверята рассказали медведице, как они спасли галчонка! Вы молодцы, что посадили птенца в гнездо, похвалила мама друзей, преподнося каждому посочному весистому куску пирога! А еще больше молодцы, что спасали его все вместе! Ведь один медвежонок ничего сделать не смог! Только дружно помогая друг другу, можно выполнить сложное дело! Я все понял, тетушка Сова! Не нужно стесняться просить помощи у друзей, если у тебя что-то не получается! Правильно! Любая сложная работа становится выполнимой, если у тебя есть помощники! Правда, ребята? А сейчас до свидания, мальчики и девочки! До новых встреч, ребята! Продолжение следует...